Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с альбомом картин художников в фототипе. Описание этих работ. Художественно-литературный журнал, редакция журнала Всемирная иллюстрация, Санкт-Петербург, 1893 год. Богиня Победы с маской горгона на голове. Эта Богиня Победы с маской горгона на голове является одним из замечательнейших произведений искусства как в эстетическом, так и в историческом отношении. Это произведение искусства есть как бы коллективное создание трех художников, из которых один остался неизвестным. Дело в том, что во владении лорда Гамильтона находился античный бюст в 20 см длины, несколько попорченный и маловыразительный. Покойный Раух и профессор Симони задались целью его реставрировать или, вернее, переработать на основании некоторых данных. Эта переработка оказалась как нельзя более удачной. Для объяснения гамильтоновского бюста были делаемы различные гипотезы весьма сомнительного свойства. Тем не менее, было, однако, выяснено, что эта замечательная голова коллекции Гамильтона имеет два повторения. Одно в Ватикане, другое в Лурии. Оба эти произведения искусства являются мраморные статуэтки аллегорического характера, принадлежащие по всей вероятности греческому искусству времен Александра Великого. Они изображают богиню победы Нику, левая нога, которая подпирает нос корабля, а левая рука приподнята над головой, на которой лежит маска горгона. Несомненно, что бюст коллекции Гамильтона соответствует голове статуи. Установление этого творчества двух произведений искусства составляет заслугу профессора Вольганга Гельбига. Реставрированный таким образом бюст был отлит из гипса в известной берлинской мастерской братьев Микелли. Ну, вот такое описание по журналу 1892 года. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok